Всем, ребята, с вами снова, я Афан, вы находитесь на канале Афанак Мюзик, сегодня мы с вами послушаем Мазелов, привет! Новенький трючок Мазелова, который выходит после очень двух интересных работ с СМХ, это Бэйслайн Бизнес и Катарзис, охуенные работы, в целом, я считаю, что в этих работах Мазелов стал достигать больше индивидуальности, чем было до этого. В целом, мне очень нравится творчество Мазелова, мне очень нравится сила его слога, хоть это там, блядь, копирка пира, да, все пишут, ну, хуй с этим, да, типа, я так не считаю, просто это сила слога такая, и все. Я надеюсь, что это будет вот такой типичный трек с силой слога, хотя, если это что-то новенькое, я тоже не против. Этот трек, к слову, набрал 17% в нашем телеграм-канале, ссылочка на который в описании, обязательно подпишитесь, и каждую пятницу у нас там опросы, голосуйте за любимых артистов, не забывайте про отлично, и еще мы с ребятами реакции снимаем, общаемся, вся хуйня, ну и, конечно же, бусте, дискорд, вы шарите. Вот, ХЗ, давай смотреть, продюсер, кстати, по-моему, новенький для Мазелова, да? Ух, ебаный рот! Знаем такого человека, причем буквально знаем, вчера на стриме сидел, так что заходите на твич точно, потому что он нам вчера рассказывал всякие интересные вещи, и женщина мне в ЛС кидал телеграм, а это просто невозможно было терпеть. Но мы начинаем, let's go, слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Что-то новое для меня. Вроде пять минут опять не набирают с другого. Каша достала, блядь, передай мне привет из мобилы моей, просит голос тринадцати лет. Я не знаю, о чем ты, не понимаю, я вроде только отойду и расслабляюсь, но утренний сон мой вдруг прерывает звонок от долбоеба, которого я не знаю. Да пошел, коты, нахуй, шел бы, коты, нахуй, да-да-да-да-да. Пошел бы, пошел бы, коты, нахуй, шел бы, коты, нахуй, не надо мне звонить. Вам вообще, да, не нравится? Так могу в жизни поговорить. Да пошел-ка ты, нахуй, шел бы, коты, нахуй, да-да-да-да. Ну я понял. Это крик души о том, что звонят постоянно. Долбоеба все это. Звони, с кем бы хотел, и так могу в жизни поговорить. День испортить решил? Что ж, попробуй пробиться ко мне сквозь авиарежим мой. Я наберу симок у метро. Но телефон звонками переполнен все равно. Меняю места работы, квартиру, чтоб не бесил. Я даже сменил обычную сим свою на и сел. Но этот животный страх, боюсь, что снова ко мне. Незапно наглянет громом голос 13 лет. И я не знаю, о чем ты, не понял. Но припев и рефрен тоже не знаю. Я вроде только оттойду и расслабляюсь. Куплеты прикольные. Хоризма интересная. Звонок, а долбоеба, которого я не знаю. Да пошел, коты, нахуй, шел бы, коты, нахуй, да-да-да-да. Пошел бы, пошел бы, коты, нахуй, шел бы, коты, нахуй, не надо мне звонить. С кем бы хотел, и так могу в жизни поговорить. Пошел, коты, нахуй, шел бы, коты, нахуй, не надо мне звонить. Так, ну тут с одного прослушивания не разобраться. Пазелов решил перестать байкать пира и получилось хуйня. Молодец. Показал, что реально может, лучше бы дальше стримчики вел. Очень двоякое впечатление. Мне нравятся куплеты. Причем это абсолютный уход от стиля привычного. Абсолютный уход. То есть это не то, что было до этого, вообще абсолютно. Это что-то новое для него. То есть он своего рода пробует. Так и скажи хуйня. Я не считаю это хуйней. Вы все пишите, что это полная хуйня, что это очень хуёло. Но я так искренне не читаю. Я, возможно, даже добавлю трек. Подкресительное шерманцо. Реально так и скажет, что это не, 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 не. Так. Давайте разбираться, пытаться. Понимать, что не так. Потому что не прям хуйня, но такое себе. На фоне, вот честно, если говорить на фоне остальных треков, на фоне того же Катарзиса и Бейслайн Бизнес, это слабее точно. Ракушки и ракушки. Тяжело у меня сказать, какой трек из этих сильнее. Но при этом ракушки и ракушки добавлены. Я его даже репичу. Это очень красивый трек. Что ты нахуй добавишь? Ты вообще фрик или куда? Не, это не хуйня, друзья. Мне не нравятся рефрены припев. Ощущение, что вот на таком роке, на таком инструментале Мазелов тупо не звучит. Тупо тембр сюда не подходит. Либо что иное. Тем не менее. Припев достаточно запоминающаяся хуйня. И я не отрицаю, что она будет в голове играть. Да пошел бы коты нахуй. Шел бы коты нахуй. Да, 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 пошел бы, пошел бы коты нахуй. Шел бы коты нахуй. Не надо мне звонить. С кем бы хотел, и так могу в жизни поговорить. Инструментал не вывозит. Да, Мазелов не вывозит. Есть ощущение, что действительно не вывозит. Но что касается куплетов, это уже не его привычный стиль. Он делает абсолютно по-другому. Нету вот этой рифмовки полнострочной. Или постоянно, да, все вокруг зарифмовано. Все, что можно, все, что нельзя зарифмовано, блядь. Тут такого нет уже. Достаточно дефолтные ритмики. Но это не дефолтно для Мазелова. Еще раз. Да и сам инструментал сказать, что пиздец сильный, ну... Были посильнее у этого человека, скажем так, прямо, да? И сигареты из мальчисла. Алло, это мой дел, да? Нет, и с фемом работает. А, а можешь, пожалуйста, передать привет? Что мне нравится в куплетах? Каждый день мой трезвонит телефон. Кто звонит и почему, кому, зачем и для чего. Бля, прет вот этой какой-то, я не знаю, харизмы... Даже если какую-то прилагательную подобрать, харизмой какой, блядь, вот этой. Вот этой, блядь, пьяный какой-то, я хуйня. В таббове интернет вырубили. Так тебе и надо тогда, я что думаю. Альбом Кизару. Не, 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 у Кизару. Там у Куриный, тут точно не у Куриный. Бля, и вот это как бы хуйня на любителя, то, что я сказал. Но... Я любитель, видимо, такой хуйни, я не знаю. Что по тексту, чтобы битун на сведение Тани такое было крутое, как сейчас. Все-таки сейчас стэд сводит. Но вы чувствуете, да, что харизма другая, и есть какое-то ощущение, что она, блядь, не настоящая. Что, ну... Вот, допустим, Снежинка, как там ты веришь, блядь, ему? Или возьмем Роффл, какие-нибудь треки. Старая панк-волна или бейслайн-бизнес. Катарзис, да, вспомним. Вот это как бы его тема, вот он как будто реально это чувствует, как будто реально в это погружается. А тут... Ощущение, что играет, что вот это не он, блядь. Мой тресвонит телефон, кто звонит и почему, кому, зачем и для чего. Я пытался понять, пока не получалось. Я пытался понять, ну, блядь, не знаю. Мне вроде норм, но вроде чё-то какая-то, блядь, двоякая хуйня. Ну, странный трек, правда, блядь. Наверное, странный, наверное, всё-таки нет. Наверное, всё-таки нет. Ну, это не хуйня, точно. Просто это какая-то новая ветка в его творчестве. Которую он не вывез пока что. Но если он будет это продолжать, может быть, что-то появится. Но я бы, конечно, настаивал на том, чтобы продолжалась, типа, тема с катарзисом. Ракушки, ракушки, блядь, снежинка, вся хуйня, вы поняли. Короче, странный трек для меня не совсем понятный. В будущем, возможно, переварится. Тут, кстати, есть аннотация. Привет, это энергичная рок-композиция, выполненная в канонической панк-форме. В треке Илья при помощи изжастного стори-теллинга рассказывает о своих проблемах, связанных с повышенным вниманием общества к его персоне с приходом популярности. Трек позволяет проникться проблемами лирического героя и крикнуть слова припева наперекор любым трудностям. Вот, блядь, это, вот я про это же говорю, что припев вроде бы хуета, но, блядь, как будто зависнет эта хуйня в голове. Особенно, когда заебет что-нибудь, блядь. Да-да, пошел-ка ты нахуй, нахуй, что-нибудь такое, да? При определенных жизненных обстоятельствах, возможно, тебе вообще похуй будет на качестве этого припева. Потому что текст рабочий, блядь. Шоу-ка ты нахуй. Не знаю, блядь. Короче, трек непонятный. Я думаю, что, возможно, он имеет потенциал на раскрытие в будущем, на определенные жизненные обстоятельства, возможно даже. Но пока что, если мы оценим качество музыки, то объективно Mozilla не очень ложится на такой бит. Возможно, дело не привычки. Я охуеть знаю. Как-то так. Полчаса разбираем Mozilla. Нет, всего 12 минут. Так что, ждем следующих работ. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарии. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Музик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.